Пропагандисты тут опубликовали, по-моему, сами не поняли, что зачитаю, например, регном, недельная инфляция в России ускорилась до 0,4%, не врубились. Хорошо, давайте переведу на русский язык, ребят, у нас уровень инфляции уже достиг показателя в 0,5% в неделю, или в 2% в месяц, или в 24% годовых, 24% в год, дамы и господа, вот с такой скоростью обесценивается наш рубль. Это все, что нужно знать о путинской стабильности, не только великий стратег и геополитик, он еще и экономист, выдающийся наш великий кормчатый, пусть все остальные страны нам завидуют, ну а мы начинаем. Понимаю, что следующую историю все уже обсосали, и тем не менее не могу пройти мимо, а я, как и вы, пребывал в шоке, когда в столицу моей страны на прошлой неделе приехали террористы. Просто вдумайтесь в то, что я буду говорить дальше, специально буду делать это медленно. С официальным визитом террористы в Россию приехали. Бандиты и убийцы приехали к нам сюда с официальным визитом. Если честно, даже не знаю зачем, может быть за оружием, но не в этом дело, министр Лавров. На глазах у всего мира жал тем бандитам руки, вел с ними какие-то переговоры. Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, это часть афганского общества, и мы поддерживаем эти контакты прежде всего в интересах обеспечения безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане, российских учреждений, но также для того, чтобы побуждать талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством. А как же знаменитая путинская Россия не ведет переговоров с террористами или Лавров не от имени России? Говорил в данном случае, у них там какой-то частный между собойчик был. А ведь получается, что да. Во-первых, движение Талибан признано террористической организацией, в том числе в нашей стране. Во-вторых, движение Талибан запрещено в России, то есть по закону бандиты сюда даже въехать не могли. А если они все-таки сюда как-то пробрались, российские власти опять же по закону обязаны были их задержать и передать международному суду их всех вместе и пособников вместе с ними. Всех, кто встречал, всех, кто возил, кормил, кто заселял в гостиницу и обслуживал в номерах. Но нет, террористы спокойно разгуливали по Москве, встречались, общались с нашими высоко поставленными чиновниками. Их покой охраняли ФСОшники, Росгвардейцы, полицейские, а потом еще и пресс-конференцию для бандюганов. Наша сторона организовала тушить и свет, ребята. К слову, недаром именно вот это вот заявление вам сейчас показал, потому что тупые кремлевские пропагандисты на этот раз в попытке лизнуть поглубже превзошли сами себя. Лучше бы отмалчивались, ей-богу. Опять американцев приплели. Репутация США в Афганистане упала до немыслимого уровня. Их хозяева в ги***е испачкались по самой не могу. С террористами открыто ручкаются, а падает при этом репутация США. Нет, я не хочу врать и рассказывать здесь сказки, будто все эти террористические организации существуют сами по себе. Все, конечно же, разные группировки курируются и поддерживаются, в том числе спецслужбами развитых государств, в том числе, наверное, спецслужбами штатов, в том числе, наверное, российскими спецслужбами. Но такая поддержка всегда носила неофициальный характер. Доказать связь условного Бена Ладана и условного ЦРУ было невозможно. А тут, нате вам из-под кровати, смотри мир, кто у нас в друзьях ходит. Это дурной сон какой-то. Совсем они там, что ли, в Кремле из ума выжили. Это реальная журналистика. И я сегодня в ауте. Поехали! Об экономике давайте поговорим. Минфин потерял 360 миллиардов рублей. Если бы я был не в эфире, сказал бы жестче, потому что не потерял, а профукал. Но обо всем по порядку. Помните, во время Петербургского экономического форума в начале июня бредоносцы из правительства высказались о желании отказаться от долларовых активов в фонде национального благосостояния. Зачем? Объяснить не смогли. Просто так, назло врагам, что называется. Мы думали, ну поболтают и все. А они действительно перевели все накопления, которые хранились в американской валюте в юане. Нормальные люди, которые хоть немного разбираются в экономике, уже тогда говорили, это глупое решение. На дворе кризис. На дворе пандемия. В кризис деньгами никто не рискует. Потому что мировая экономика в таких ситуациях очень неустойчива. Но долбоящеры не стали никого слушать. Сделали по-своему. В итоге потеряли на разницу курсов 360 ярдов. Вот так вот просто просали целую кучу денег. Они их и не вложили куда-то. Не потратили бездарно и даже не украли. Они их просто профукали. Деньги сгорели. Геополитика, да, действительно играет в значение. Почему? Потому что уверенность в этой валюте, уверенность в этих активах, она у нас падает. И, естественно, мы стараемся хранить свои ресурсы, резервы в надежных активах. Примечательно, что два года назад, в 19-м, на точно такой же операции Центробанк потерял почти полтриллиона. То есть был печальный опыт. Сегодня те же, там же, по той же схеме прокакали еще энное количество сотен миллиардов. И самое-то обидное, что никто за это не понесет ответственности. Представьте, чтобы в советское время с такими вот горе-чиновниками сделали, да всех бы к высшей мере приговорили еще тогда. А в 2019-м, а в эпоху путинской стабильности, только руками разведут и скажут, ой. При этом, вот ведь в прошлой программе рассказывал, в правительстве хотят поднять для нас налоги и акцизы, потому что бюджету не хватает 400 ярдов на реализацию каких-то там президентских инициатив. А через пару дней становится известно, что примерно столько в июне профукал Минфин. Вот кто они, если не враги народа? Сам Путин, который 4 года носил майку с логотипом банка Югра, потому что он играл в ночной хоккейной лиге вместе с Шойгу, с Третьяком, с Светисовым. И люди поверили, потому что это живая реклама. Сам президент, гарант Конституции, первое лицо, в банке с логотипом, в майке с логотипом банка Югра, на фото, ночная хоккейная лига, это показывают все каналы, это в интернете. Через месяц схлопывается банк. Почему мы не можем спросить с Путина? Где он был? Он знал, что он играет в ночной хоккейной лиге под эгидой банка, который, я говорю, вводит деньги куда-то в офшоры, куда-то еще. Вы вопрос задаете ему. Он ничего не знал, да? А вот вам, пожалуйста, еще пример рывка и прорыва в одном флаконе. Запись от 2018 года, но она не перестала быть актуальной по сей день. Очень правильно поставил вопрос журналист соседов, на мой взгляд. Как такое может быть? Президент на протяжении нескольких лет, по сути, участвовал в рекламе банка, который в один прекрасный момент приказал долго жить. Президент России надевал на себя майку с именем этого банка, тем самым, как бы давая гарантию, что это не просто финансово-кредитное учреждение. Это очень надежная организация, но в 2017 году организации отзывают лицензию. Миллионы людей теряют деньги. К слову, вот тут, наверное, необходимо дать кое-какие пояснения. Дело в том, что такие экономические институты, как банки, не обрушиваются в одночасье. Это мы с вами узнаем о случившемся из новостей. А в финансовом мире о проблемах того или иного банка знают загодя. Это не газетный киоск, потому что значит о том, что у Югры большие проблемы. Мы заранее знали и в Минфине, заранее знали и в ЦБ, соответственно, об этом должен был знать и Путин. Тогда что получается? Путин покрывал мошенников? В голове не укладывается. Или опять не знал? Ну тогда тем более, такой президент нам не нужен. Зачем глава государства, который не владеет экономической ситуацией в стране? Основа существования любого государства это экономика. Нет экономики, нет государства. Да, я могу допустить, что первое лицо не очень хорошо разбирается в сельском хозяйстве. Или там в вопросах космоса. В вопросах медицины, наконец, ну в экономике-то первое лицо разбираться обязано. А че, куда оно нас приведет? Ну и чтобы не на грустной ноте, в Перми сотрудники ДПС задержали пьяного депутата Государственной Думы Алексея Бурнашова. Парламентарий сел за руль, попался гаишником. Несмотря на то, что у Бурнашова депутатская неприкосновенность, сотрудники действовали жестко. Но мы же все понимаем, выпивший за рулем это потенциальный преступник. Речь в данном случае идет не только о его собственной безопасности. Нетрезвый водитель опасен для окружающих. А вот что началось дальше. Я вам очень хочу это показать. Ну потому что народ должен знать своих героев лицо. Внимание! Вы умники, че, совсем располосовались? Вы что, забыли, где вы живете? Суки взятыхи, блядь. Я здесь ни одного рубля не взял взятку. А вы, суки, кто такие, чтобы не взятки взятки? Взбирайте в наручники. Кто вы такие, блядь? Господинка полиции, блядь. Да он, блядь. Ему надо три раза поебал дать. Я его еще раз встречу. А ты, блядь, он нахер козла. Помнится, год назад мы с вами дружно обсуждали пьяное ДТП с участием артиста Ефремова. Пропагандисты тогда как только не истерили. К истерили лицедея, на чем свет стоял и негодяям. Его и мразью, и убийцей выставляли. Во всех СМИ шум до небес подняли. А тут депутат от Единой России тоже пьяный. Тоже за рулем. К счастью, не успел кого-то угробить. Оскорбляет сотрудников при исполнении. На минуточку запугивает. Вы видели эти кадры хоть на одном центральном канале и не увидите. И можно, потому что они ж хозяева жизни. Поэтому, друзья, распространяйте данное видео как можно активнее. Безумно хочется все-таки увидеть реакцию кремлевских халуев из ящика. А еще услышать что-то от партийного руководства. Давайте все вместе накажем этого депутата. Придадим случаю максимальную огласку. А то надоели, бесстыжие. Совсем страх потеряли. Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так подписывайтесь на канал. В соцсети тоже добро пожаловать. В друзья добавляйте с темы. Предлагайте поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока-пока.